Ерик-парк, который начинается прямо у входа в 57-ю школу, любимое место для прогулок учеников. Старшеклассники рассказывают, что регулярно встречаются здесь после уроков, занимаются спортом, в хорошую погоду читают. Ведь парк наполнен самыми разными зонами, проект которых определяли жители. А теперь ученики и сами могут принять участие в голосовании и выбрать, что еще благоустроить в городе. Как это сделать, им на открытом тематическом уроке рассказали кураторы и волонтеры проекта. Я думаю, это очень хорошая идея, потому что чем больше парк, тем больше туда людей может поместиться и тем дольше может быть замечательная прогулка. И я думаю, это и правда очень хорошая идея. В 2019 году проект благоустройства Ерик-парка занял третье место в рейтинговом голосовании. И в 2020 году был выполнен первый этап обновления территории в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Обустроили набережную озера Старица – Дубовый ерик. В этом году, снова после большого количества голосов, в Ерик-парке приступят ко второму этапу обновления – созданию прогулочной зоны озера Дубовый ерик от улицы Казачьей вдоль школы номер 57. Важно быть инициативными жителями и важно о программе Ерик-парк рассказать не только своим друзьям, которые в принципе об этом уже все знают, но рассказать своим родителям, своим родственникам, которые, может быть, не проживают в микрорайоне, но часто приезжают сюда в гости. Всем очень нравится здесь, потому что очень спокойная, природная атмосфера. И вообще проект Ерик-парк – это такое удачное сочетание городской среды и природы. В онлайн-голосовании за новые объекты благоустройства участвуют третья очередь Ерик-парка и еще 19 пространств. Поддержать одну из инициатив можно на платформе 63.городсреда.ру. К выбору может присоединиться каждый житель старше 14 лет. Голосование за территории, которые будут благоустраивать в 2024 году, продлится до 31 мая. Андрей Горгулинко, Николай Сидоров. События.